Бульварная пресса И среди них одна совершенно особенная газета для легкого чтения, издание, на страницах которого, кроме программки и местных новостей, можно найти интереснейшие статьи на темы истории. Это газета «Первая столица». В декабре исполняется один год. Выходящая небольшим тиражом, она уже успела занять свою нишу среди множества харьковских изданий. Пусть немногоцветная, пусть восьмиполосная, но все же, вот что говорит о своей газете главный редактор Сергей Сергеевский. Мы считаем, что газета, и в том числе и наша газета «Первая столица» – это документ истории, один из важнейших документов истории, который потом, когда, скажем, не будет, может быть, уже нас, не будет этого государства, дай Бог, чтобы оно было, кто-то возьмет и прочитает эту газету и узнает о том, какие страсти обуревали народ в наше время, что интересовало людей в это время. Мы стараемся, в частности, в своей газете, в новостях, которые публикуем на «Первой полосе», находить такие факты, которые, скажем, повествуют о людях нашего времени полностью и исчерпывающих. То есть мы говорим и о добрых делах, которые совершают сейчас наши сограждане, и о том зле, которое сейчас, наверное, тоже перехлестнуло через край и тоже является одним из важных факторов нынешней, сегодняшней жизни нашего города, нашей страны. Сергей Сергеевский – главный редактор. Ранее работал в газете «Хальковские губернские ведомости» по образованию филолог. Его помощниками являются еще три человека. Сергей Моисеев – заместитель главного редактора. До этого работал в «Симоне», в «Новостях о ТВК», в «Хальковских губернских ведомостях». Везде писал о криминале, по профессии архитектор. Дмитрий Безгин – ответственный секретарь. Работал во многих местах, учился в «Хальковском политехническом институте». И, наконец, Виктория Черная – душа и украшение редакции. Совмещает две должности – наборщица и секретарь-референт. А этот грозный зверь – собака Лада. На работе она обязана охранять помещение, радовать Вику и других приходящих в офис. Кто пишет для Вас исторические статьи? У нас есть такой очень хороший автор – Алексей Варапаев. Он в основном занимается этими вопросами. Он аспирант-философ. То есть он довольно-таки глубоко и хорошо знает эту тему. Ну а так вот приходят люди. То есть тоже у нас есть ряд авторов, которые приносят публикации. Мы их оцениваем. То есть, в принципе, у нас двери ни для кого не закрыты. Конечно же, газета не обходится без информационной поддержки всезнающего агентства телевидения «Новости». Итак, проследим процесс появления на свет газеты «Первая столица». При помощи наборщицы Вики рукописи попадают в компьютер, где они корректируются и справляются все ошибки. Если надо, текст сокращается. Затем к работе приступает ответственный секретарь. Он размещает все отобранные в номер статьи на полосах газеты. На данном этапе качество газеты оставляет желать лучшего, потому что мы до конца не обеспечены техникой, подводят партнера. Но надеюсь, что в этом мы вскоре разберемся и читатели будут получать достойный продукт. После вывода на пленки и работы типографских станков свеженапечатанные пахнущие краской газеты попадают на лотки распространителей прессы и к читателю. А какую вы видите газету «Первая столица» скажем, лет через 10? Я вижу ее, наверное, раз в 10 толще. Для еженедельника, которым является «Первая столица», во всем мире существует стандарт, скажем, стандарт объема не менее 50 полос и выше, до 100 полос, и еще дальше уходят некоторые успешные издания за рубежом. Вот поэтому я надеюсь, что, скажем, успех будет сопутствовать и нам, и, может быть, и у нас получится увеличить свой объем, украсить свою газету, добавить в нее цвета, красивых изображений и побольше информации. В газете «Первая столица» исполняется один год. Мы желаем ей всего побольше, читателей, популярности, хороших статей и, конечно же, побольше дней рождения. Субтитры подогнал «Симон»